А как же правильно выбрать чай? На что стоит обратить внимание, чтобы не торвануться и не купить кота в мешке? Вы узнаете в этом видео. Меня зовут Константин Долголет, это мой помощник Мишка Добрыня. Поехали! Обязательно нужно смотреть, где хранился чай, в каких помещениях, какая там влага и что еще рядом хранится. Понимаете, сколько здесь тонкостей? От этого напрямую зависит конечный вкус и его запах. Будет ли он ароматным, душистым или же он будет пахнуть такой рыбой, как вобо, потому что чай он здорово впитывает окружающие запахи. И, например, если рядом в подвале хранили огромные мешки с рыбой, то чай может запахнуть рыбой. Именно поэтому нужно выбирать тот чай, который хранится в очень герметичной упаковке. Кстати, железные банки здесь тоже не подходят, они здорово пропускают все запахи. Вроде с виду чай и чай, а на самом деле столько нюансов, на которые нужно обратить внимание. Их просто необходимо знать, потому что иначе можно натолкнуться легко на подделку. Конечно, Добрыня, мы же берем чай из провинции Фуцзян из Китая у наших знакомых фермеров, которых мы знаем и которым мы максимально доверяем. Поставляет по-настоящему качественный чай, который я лично весь проверяю, но они красавчики, очень ответственно подходят к своему делу. Вот вам простой лайфхак, как купить действительно хороший качественный чай, если вы в чаю ноль. Я в основном специализируюсь на таких редчайших сортах, как, например, Анзи Байча, который 200 грамм может стоить аж 15 тысяч рублей спокойно. То есть такие редчайшие, как правило, белые сорта, их пьют в основном только гурманы и люди, которые по-настоящему разбираются в чай, их не проведешь. Поэтому возьмите на заметку тот факт, что если вы хотите 100% гарантии, что перед вами будет качественный чай, берите элитные, дорогущие, редчайшие сорта. Там подделок я еще ни разу не встречал. Такие редчайшие чаи берут те люди, которых уже тошнит от подделок и фальсификата. Про пакетированный я вообще молчу. Не думайте, что вы зашли в ТЦ, в первые же чайные магазины, там вы найдете 100% качественный чай, потому что важно учитывать, что туда еще входит аренда, зарплата сотрудникам, издержки, налоги, себестоимость. Все это нужно доставить, разложить, наклеить. И все это нужно чем-то компенсировать, чтобы хотя бы что-то заработать, чем, конечно же, качеством чая. Поэтому в идеале в такие чайные места ходить со своим другом или подругой, которая разбирается в чай, возьмет вот так блинчик пуэр, посмотрит и скажет, это не берем. А расскажи про тот случай, когда вы взяли чай, и он пах мясом. Года два назад на ярмарке экопродуктов я купил якобы китайский качественный чай. Продавец просто клялся, это очень хороший сорт, бери-бери, не пожалеешь. А я помню, вначале меня почему-то очень смутила цена, там вот такой блинчик стоил 450 рублей. И придя домой, даже его не заварив, а всего лишь вскрыв упаковку, я почувствовал запах мяса, как будто рядом кто-то шашлык жарил. Поэтому желательно понюхать чай перед тем, как вы его приобретете, не повторяйте моих ошибок. С другой стороны, мне этот мужчина уж точно не внушал доверия, но я почему-то все-таки решил взять этот чай, о чем я пожалел позже. Еще частая ошибка людей, которые думают, что чай без ароматизаторов, он обязательно должен быть без кусочков, например, фруктов и цветков. А по секрету скажу, что натуральные кусочки фруктов или те же цветы, это не считается ароматизаторами, потому что это естественные природные добавки. То есть молочный лун, тут я полностью согласен, его не поливают молоком, а обрабатывают ароматизатором со вкусом сливок, чтобы вам было приятнее его пить. И, кстати, молочный лун чаще всего берут именно у нас, потому что китайцы на первый план ставят в пользу от чая, а не его вкус. Здесь возникает такая путаница, если вы видите, например, чай без ароматизаторов и там кусочки фруктов, и вы сомневаетесь, все в порядке, так и должно быть, он действительно без ароматизаторов, например, с добавлением кусочков манго или кусочков клубники. Если вы сомневаетесь, возьмите лучше несколько сортов, грамм по 50 раз, пробуйте, а потом уже и скажете, что вам больше всего по душе. Да, 50 грамм анчана, 50 грамм алфена, 50 грамм лунь-зини, серебряные иглы, пуэр, дянь-хуни и так далее. Или же, если вы сомневаетесь, например, в качестве чая, вот так все вам красиво рассказали, и потом говорят, вот берите полкилограмма, сразу будет намного бюджетнее и выгоднее, вы скажите, нет-нет-нет, давайте я прям по чуть-чуть возьму, распробую, понюхаю дома в спокойной обстановке, приму решение, если что, я всегда знаю, к кому обратиться. Это у меня же просто есть принцип, что лучше делать действительно хороший, качественный, натуральный продукт или не делать ничего, то есть какой смысл вообще травить людей. Плюс же здесь еще играет репутация, она вообще дороже денег, потому что, если кто-то продал вам, например, откровенное ГЭ, вы его вспомните, еще друзьям расскажете, вот у того, например, парня не берите. А еще такой лайфхак, говорите, что вы хотите чай именно последней поставки, потому что, как правило, старые поставки, там что-то может залежаться, и такой чай, он в общем может оказаться просто просроченным. А вам оно это надо потом переживать, волноваться, писать, а что вы мне доставили? Поэтому, как правило, чайным мастерам им, в принципе, все равно, какой вам чай предложить, например, в прошлой поставке или вот новый. Поэтому, как правило, новая поставка, она самая свежая, поэтому старайтесь ее ухватить буквально вот сразу. А если хотите по-настоящему натуральный, качественный китайский чай с провинции Фудзянь без химии, без какой-либо дряни, пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Также, друзья, занимаюсь другими натуральными и качественными эко-продуктами для долголетия. Натуральным медом с продавленным маслом холодного отжима, сушенными грибами, собранными в экологически чистых местах. Пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Буду рад вам помочь подсказать, что да как, все тонкости, крепкое здоровье, лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет, желаем вам волшебного дня!